Итак, у нас в работе блок МЕ-17974, блок, который нужно записать, в который нужно записать блок от 2019 года. Родной блок МЕ-17974 2017 года отличаются годом и разной версией прошивки. Прежде чем делать клонирование, подключаемся к блоку двигателя и посмотрим его идентификацию. Подаем питание, заходим в локальную диагностику, выбираем Moto, выбираем Polaris, подтверждение. Так, в данном случае подключен оригинальный 2017 год. Это у нас вот эта модель без системы DSP, блок двигателя. Блок вышел на диагностику, смотрим его информацию. Видим серийный номер, вин номер, хардвары, версию софта, контрольную сумму данного блока. Вот эта информация должна быть теперь вот в этом блоке. Для полноценного ролика сейчас подключусь ко второму блоку и посмотрим, что выдает второй блок. Повторяем процедуру. Полярис. Подтверждение. Девятнадцатый год. Двигатель. Информация. Здесь на диагностику вышел. Видим в данном блоке вот такую вот информацию. Этого нам достаточно. Отключаемся от диагностического оборудования. Подключаемся с помощью сканматика для планирования блока. Будем делать PCM-M71 модулем. У нас процессор 1762. Выбираем здесь. Подаем питание на адаптер. Делаем идентификацию. Выбираем автоматический режим, так как у нас кабель с автоматическим режимом есть. Делаем чтение. Предварительно сохраняем файл, который находится в блоке. Донорский блок я уже, точнее родной вычитал. Сейчас вычитываем донорский, сохраняем файл и записываем в него непосредственно данные. Сохраняем рабочий стол. Создаем папку. Дальше выбираем EEPROM. Нажимаем чтение. Сохраняем. Все, дальше нам нужно будет записать. Выбираем опять область флэш. Здесь выбираем файл. В моем случае я его уже сохранил. У нас новый подписчик. Добро пожаловать. Выбираем файл. Но веди себя прилично. Автоматическое коррекцию. Продолжить. Выбираем EEPROM. Выбираем файл. И дописать. Добро пожаловать. Но веди себя прилично. Все, на этом этапе у нас в блок перенесена прошивка. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Подаем питание. Заходим в диагностику. Подождаем. Так, теперь это у нас блок 2017 года станет. Выбираем нужную модель. И читаем блок. Модель. Информация. Так, как видим, у нас поменялся один код. Версия прошивки. Ну и теперь у нас полноценный клон. Можем ставить на автомобиль. И заводить. Ну, кстати говоря, можно еще сделать вот такой вот вариант. Читать ошибки и потереть их. Ну и, соответственно, после чего все это дело обесточить. И блок будет без ошибок. Вот. Как видим, это у нас сейчас подключен вот этот блок. Донорский. И оригинал. Делается как-то так. Ну, давайте сотрем ошибки уже. Чтобы они у нас не присутствовали. Так. Очищаем. Окей. Черт, прочитаем. Выход. Очистка. Да. И отключаем питание. Обесточили. На этом все. МЕ17.9.74. Блок используется на квадроциклах. Также можно чип-тюнинг, прошивка, клонирование и так далее. Все этим же модулем. На этом все. Всем удачи в работе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok